МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите американский сквозной эфир на канале РТВ и в студии в Нью-Йорке Лиза Каймен и в начале новости короткой строкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что не крал деньги, а клиенты все еще могут вернуть свои депозиты. Состояние Алексея Навального перестало ухудшаться. Ему дают антибиотики и две кружки кипятка в день. Об этом сообщил адвокат, находящегося в штрафном изоляторе оппозиционного российского политика. Власти Калифорнии продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. Вот уже вторую неделю подряд в штате не прекращаются проливные дожди и штормы. Они вызвали наводнение сразу в нескольких районах. Из-за угрозы подтопления пришлось эвакуировать целый прибрежный город. Он называется Монтесито и расположен в 140 километрах от Лос-Анджелеса. Все подробности узнаем у собственного корреспондента Артевиа в Калифорнии Тамары Нарсисиан. Она выходит на прямую связь со студией. Тамара, здравствуйте. Как выглядит сейчас ситуация? Да, Лиза, приветствую. В Лос-Анджелесе уже второй день. Городские службы пытаются устранить впоследствии наводнений, которые обрушились сразу на несколько районов города. Мы сейчас находимся в одном из таких районов. Это район Студио Сити, горная местность. Здесь вода доходила до таких отметок, что пришлось эвакуировать жителей нескольких домов. У нас есть комментарии жителей, которые сейчас постепенно возвращаются в свои дома и работников городских служб. Давайте послушаем, что они говорят о том, что здесь происходило и что сегодня приходится делать. Это было безумие. Последние 48 часов просто какое-то безумие. Расчищать все это, да и само наводнение. Началось в 10 вечера в понедельник, когда этот сильный ливень шел без остановки. К счастью, мы с мужем успели убрать нашу машину. Не знаю, чьи машины вот эти. Их надо убрать, чтобы город смог расчистить дорогу. Это было какое-то сумасшествие, то, что с нами происходило. Вода доходила до сюда. Видите вот эту линию? Сегодня уже второй день, как мы тут все расчищаем. И еще немало работы. Надо убрать эти машины, чтобы мы смогли убрать оставшиеся. В другом районе Лос-Анджелеса из-за схода каменных оползней и из-за того, что почва размылась, провалился огромный участок фривея. Образовалась дыра диаметром в 15 метров и глубиной где-то 10 метров. Туда угодил автомобиль, и спасателям пришлось эвакуировать двух женщин. Также серьезно пострадал город Монте-Сито, который находится в 140 километрах от Лос-Анджелеса, как вы ответили. Этот город, где проживают очень много знаменитостей, таких как принц Гарри и Меган Маркл, Опра Уинфри, Лен Де Дженерес и многие-многие другие. В этом городе произошла ужасная история. Волна вырвала пятилетнего мальчика из рук матери, и его ищут до сих пор. В этом городе был объявлен режим обязательной эвакуации населения. У нас есть комментарий жителя этого города. Давайте послушаем, что она говорит по этому поводу. Я была здесь в момент наводнения. Была у своего друга, когда все началось. Я не могла попасть к себе домой из-за того, что творилось. Все засыпало камнями, вода по колено, грязь, дороги встали. В воздухе летали вертолеты. Это было невыносимо – видеть свой город в таком состоянии и знать людей, которых унесло водой и которые утонули. Также очень серьезно пострадал округ Сан-Франциско, полуостров Монтерей, что вблизи Сан-Франциско. В результате этих наводнений может стать островом. Вода сейчас отрезала его полностью от материка. И надо сказать, что во многих домах в Сан-Франциско проливным ливнем пробило крыши, потому как в Калифорнии из-за частых длинных трясений крыши не делают очень прочными. У нас есть интервью с людьми, чьи дома пострадали таким образом. Давайте послушаем, что они говорят. Я выбежал из дома в 2 часа ночи. Мы все спали и ни с того ни с сего услышали этот шум. Крыша просто оторвалась и повисла на здании. Было очень страшно. Это нас разбудило, и мы увидели, что вода начала заливаться в дом. На нашей кровати и все остальное. Мы просто были вынуждены убежать. Нам нужна помощь. Мне и моей семье нужна помощь. У нас 9-месячный малыш, мой внук. Ни город, ни власти. Никто нам не помогает. Это очень тяжело. Нам надо все начинать сначала. Помимо расчистки дорог и разбора завалов, спасателям также приходится спиливать деревья, которые из-за того, что почва наполнилась водой, стали очень часто падать на дома и на машины. Так, например, произошло на прошлой неделе в округе Санома, когда дерево упало на небольшой дом и убило двухлетнего ребенка. Давайте послушаем, что об этом говорят работники городских служб. Земля как губка. Она не может впитывать больше воды, и деревья оказываются практически на плаву, и почва очень мягкая. Это все в комбинации с сильным ветром приводит к падению деревьев. Они просто нагибаются и падают. У нас очень много работы. Работаем 24 часа в сутки по всему району залива. Таким образом, на сегодняшний день в числе погибших 18 человек, дома более чем 4,5 миллионов человек оказались в той или иной мере подтоплены. В понедельник президент Джо Байден объявил в Калифорнии чрезвычайное положение. Сколько времени и сколько денег потратится необходимо для того, чтобы ликвидировать все последствия этой стихии, пока сказать сложно. Лиза. Да, спасибо большое. Спасибо за такой подробный рассказ о том, что происходит сейчас в Калифорнии. Я напомню, что с нами была наш специальный корреспондент в этом штате Тамара Нарциссиан. Ну, а мы идем дальше. И сейчас к нам присоединяется в прямом эфире Джефф Корниш, помощник главного метеоролога АКЮ Вэдер. Здравствуйте, я вас приветствую в нашем эфире. Ну, насколько я понимаю, сейчас уже ситуация как-то стабилизировалась, но, тем не менее, еще вчера обещали продолжение вот этих ливневых дождей. Как будут обстоять дела далее? То есть это уже, на этом уже закончилась вот эта волна метеорологических рек, как их называют, или все-таки еще стоит ждать новых? Спасибо большое, что вы пригласили. И да, мы действительно ожидаем больше дождя, больше снега, начиная с завтрашнего дня. Район Сан-Франциско уже к утру увидит первые осадки в пятницу, и действительно дождь продвигается в Центральную и Южную Калифорнию по мере наступления выходных. Очень серьезные штормы, на самом деле, наступают с стороны океана, и в первую очередь стоит опасаться Южной Калифорнии. Будет три волны с пятницы на субботу, дальше чуть позже, и уже в течение недели третья волна вот этих атмосферных рек. Так, большое количество дождя, большое количество снега. В Сера-Невада, в горах Сера-Невада, уже выпало несколько рекордных снегопадов в 2-2,5 метра. Конечно же, это неплохие новости касательно того, что резервуары пресной воды таким образом возобновятся, и, возможно, будет меньше засуха в предстоящем сухом сезоне. Но хочу также отметить, что в Санта-Барбаре уже выпало 18 дюймов дождя. Это, на самом деле, огромная цифра, и стоит ожидать обвалов почвы в том числе. Так что планируйте свое передвижение по Калифорнии соответственно. Уже в некоторых городах, на самом деле, за первые 10-11 дней уже выпало больше осадков, чем за весь предстоящий год. Планировалось и прогнозировалось. Понимаете, это, на самом деле, серьезная ситуация. Ну что ж, спасибо большое за столь подробный ответ. Я напомню, что с нами в эфире был Джефф Корниш, помощник главного метеоролога Акью-Вэдер. Спасибо за то, что уделили нам время. Ну а мы идем дальше. США и союзники обсуждают возможные новые санкции в отношении российского энергетического сектора. Как сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на источники, речь идет о ценовых ограничениях на нефтепродукты. На страницах издания утверждается, что уже на этой неделе произошло несколько встреч. В них участвуют чиновники Министерства финансов Соединенных Штатов. Переговоры проходят в одной из европейских стран. Очередная порция рестрикции, как ожидается, вступит в силу 5 февраля. Сейчас стороны обсуждают детали. По некоторым данным, планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты. Один коснется экспортных товаров с высокой стоимостью, то есть дизельного топлива, а другой – ГСМ с низкой стоимостью, например, мазута. Также сообщается, что высокопоставленный представитель американского ведомства Бен Харрис вскоре посетит Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Там он обсудит грядущие санкции, а также ценовой лимит. Экономической поддержкой вся помощь Киеву не ограничивается. Напомним, ранее в Вашингтоне приняли решение обучить украинских военных управлению системами ПВО «Патриот» на одной из военных баз в Оклахоме. Для управления батареей «Патриот» необходимо около 90 человек. Они будут эксплуатировать и обслуживать эту систему, которая будет доставлена в Украину. Что касается вывода украинских войск с поля боя, то мы с самого начала тесно обсуждали, как не нанести ущерб обороноспособности страны с украинцами. Солдатам ВСУ нельзя оголять фронта. Мы убедились, что этого не произойдет. В конечном счете, решения должны принять сами украинцы. Сколько именно войск они могут позволить себе вывести с линии фронта для проведения тренировок. Но вернемся к энергетической теме. Потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами, судя по всему, достигает намеченных целей. Такое заявление сделала министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, изначально ставилась задача сохранить российские углеводороды на рынке, параллельно ограничив их стоимость. Например, напомним, эти меры начали действовать 5 декабря. Решение принято единогласно всеми странами Большой Семерки. Среди прочего, теперь на продукты ГСМ из России распространяется запрет на предоставление страховых, финансовых и других услуг на грузы, поставляемые по цене выше 60 долларов за баррель. По словам Йеллен, поступающие сообщения свидетельствуют о том, что страны используют ограничения цен для заключения выгодных сделок. Российская нефть марки Юрлс для поставок в Европу котировалась на уровне 52 долларов и 48 центов за баррель 10 января, в то время как нефть марки Брент торговалась на уровне 80 долларов и 82 центов. Ну что, сейчас у нас на связи Грегори Аптон, научный сотрудник, профессор Института энергетических исследований Луизиана State University. Здравствуйте, Грегори, мы приветствуем вас в нашем эфире. Вот по официальным данным, первые по объемам поставок в Европу сжиженного газа это США, вторые Россия. Как так получилось с учетом того, что ресурсные санкции вводились именно для того, чтобы лишить Кремль денег на войну? Что ж, давайте вернемся немного назад во времени, до вторжения России в Украину в феврале. Газ спокойно поставлялся в Европу по Нордстрим-1, а второй газопровод Нордстрим-2, Северный поток-2, был, в принципе, уже готов к открытию. Кроме этого, Россия поставляла газ в регион Черного моря, Адриатики и далее. Все знают, что произошло после 24 февраля. Северный поток-2 был заморожен, если не уничтожен как проект вообще. Северный поток-1 отправляет газа гораздо меньше. Тем не менее, до сих пор проходят определенные продажи через Беларусь в регион Черного моря. Так что, в целом, конечно же, продажи российской стороной газа в Европу замедлились, но они не устранены были полностью. Ну и тем не менее, Россия, в общем-то, и по нефти все равно продолжает находиться по экспорту нефти на втором месте в мире. А какие вот страны экономически выиграли от введения вот этого потолка цен на российскую нефть? Что ж, Россия и до вторжения в Украину часто боролась за вторую строчку с Саудовской Аравией. И США, как и был, так и остается крупнейшим переработчиком нефти. И санкции вводятся не только на российскую нефть, но и на сам сектор. Вы понимаете, что большое количество работников, которые работали в России на нефтяную отрасль, уже покинули эту страну, и таким образом индустрия была лишена одного из главных драйверов развития, а именно человеческой силы. Что ж, если рассуждать о потребителях, да, действительно, от этого никто не выиграл. Что касается производителей, отток рабочей силы из России, в принципе, позволил снизить цены на человеческий персонал. Если в дальнейшем продолжится падение цены на нефть и падение доходов России, с одной стороны, с другой стороны, все-таки для мировой экономики это также сдерживающий фактор. Ну, все-таки, как вы считаете, в долгосрочной перспективе вот эти все меры, которые принимаются, и которые продолжают, в общем, вводиться, они затормозят для России, так сказать, рынок, да? То есть они как-то повлияют все-таки на ситуацию и лишат Россию доходов нефтедолларов, так называемых? На данный момент, с экономической точки зрения, инфляция — это самая большая головная боль для стран нашей планеты. Опять же, есть вопросы касательно того, сможет ли рост зарплат вообще догнать инфляцию. И, естественно, падение реальных доходов приводит к тому, что потребитель в итоге становится беднее, и это глобальная ситуация. Сейчас мы пытаемся наблюдать, что произойдет с спросом на нефть в первую очередь в ближайшие пять лет, поскольку, на самом деле, то, что будет происходить в России и с продажами ее нефти — это не решающий фактор мирового спроса на сырье. И, понятное дело, что есть риск рецессии не только в России и далее. Думаю, что в первую очередь сейчас мировая экономика должна попытаться вернуться к допандемическим уровням. Ну что, спасибо большое. Грегори Аптон был с нами, научный сотрудник, профессор Института энергетических исследований Луизиана State University. Теперь к нам присоединяется Игорь Данченко, политолог. Игорь присоединяется к нам из Вашингтона. Я вас приветствую. И первый вопрос. Есть мнение, что конец Советского Режима, то есть Советского Союза, настал, потому что обвалились тогда цены на нефть. То есть история повторяется, с вашей точки зрения, можно так сказать? Да, можно так сказать. Отчасти. Вы знаете, Игорь, да, вас как-то перестало быть слышно, поэтому мы, конечно же, сейчас вам перезвоним и все-таки попытаемся выяснить. Ну, на самом деле, так, Игорь к нам вернулся. Игорь. Да. Тогда продолжайте. Извините. Ничего страшного. Да, действительно, цена на нефть для России исторически очень чувствительная вещь. Опять же, нужно добавить, что исторически цены на российскую нефть были ниже. То есть марка Юрлс, она всегда продавалась с дисконтом. Сейчас дисконт увеличивается, и да, естественно, это влияет очень негативно на состояние бюджета и финансов. Ну, пока что все равно Россия занимает первые строчки практически, да, ну, то есть в списке экспортеров нефти. И потом, все-таки, тоже нельзя назвать это таким уж обвалом цен для России. 60 долларов за баррель Юрлс, это, в принципе, ну, не то, чтобы, знаете, совсем прям дно. Вон, во время пандемии вообще бы в негативную стоимость нефти уходила. Как вы считаете, все-таки, почему так медленно все это работает, и почему Россия все равно продолжает оставаться крупнейшим, одним из крупнейших экспортеров нефти в мире? Ну, вот смотрите, значит, вводятся санкции, а на рынке появляются серьезные перекосы, серьезные дисбалансы. Частично Россия может эти дисбалансы нивелировать, частично их нивелируют в глобальной поставке, но так или иначе, в общем, ситуация должна утрястись. Поэтому санкции и вводятся так медленно, что, знаете, вот как вот постепенно повышать температуру в кастрюле, пока вода не закипит. Но вода не закипит, потому что, или нефть не закипит в данном случае, потому что все равно рынок нефти сохранится. Но действительно, да, в зависимости от того, насколько эффективно будет долгосрочно механизм реализован потолка, ну вот настолько бюджет России будет терпеть, ну так скажем, недосдачи. И уже очевидно, вот одно, что уже очевидно, что благодаря этим уже введенным санкциям России в ближайшие годы не видать каких-то вот сверхприбылей. Ну, тем не менее, вот рынок меняется, сверхприбыли не будет, но прибыль будет. Если говорить о давлении на Кремль, то вот какие это может оказать решающим моментом, вот военная помощь Киеву или экономические меры все-таки? Вот что может стать решающим в этом давлении на Кремль? Военная помощь или все-таки экономические вот эти все санкции? Да, сложно пока сказать. Скорее санкции, потому что санкции действуют долгосрочно. Вот мы видим, вот сейчас мы с вами рассуждаем процесс введения этого потолка. Еще пока ничего не понятно, прошло совсем немного времени, но мы видим, что какие-то реакции есть, информационные вбросы, аналитические какие-то дискуссии. То есть эта тема, она, это все-таки уже, это уже не какой-то пшик, рынок дестабилизирован. При этом он будет находить новые балансы, в котором найдется место и для России, но вот очевидно, что если следовать сегодняшним тренам, то чуть более скромное место. При этом мы еще не знаем, как будет себя вести ОПЕК+, сможет ли, как вообще будет эта организация реагировать, или даже ОПЕК реагировать на вот такие достаточно серьезные ограничения. Будут ли присоединяться третьи страны к нефтяному потолку, потому что проходили новости, что некоторые страны присоединяются, азиатские, но подтверждения нет, поэтому пока вот... Спасибо большое. Игорь Данченко был с нами, политолог из Вашингтона. Спасибо, что уделили нам время. Ну а сейчас к нам присоединяется Кэтрин Вольфрам, приглашенный профессор Гарвардской школы бизнеса, бывший сотрудник казначейства США. Я приветствую вас в нашем эфире. Спасибо, что нашли для нас время. Скажите, как, на Ваш взгляд, повлияло введение предельных цен на российскую нефть, на сырьевой рынок в целом? Спасибо большое, что пригласили. Дам просто бэкграунд. Ограничение цены на российскую нефть предстоит две цели. Первое. Сохранить предложение российской нефти на рынке. Второе. Сократить доходы России от продажи этой нефти. И я считаю, что данные цели на самом деле нельзя недооценивать, поскольку если бы российскую нефть запретили продавать полностью или перевели на черный рынок в большем объеме, то цены неизбежно выросли бы на мировые бренды нефти. Но все-таки нужно понимать, что Россия все равно остается на рынке. И в целом, мне кажется, программа пока что успешно работает. Бренд стабилизировался на уровне 80 долларов за баррель. И, насколько я понимаю из недавних докладов Госдепартамента, доходы России от продажи нефти упали на десятки процентов. Все-таки вот мы эту тему затрагивали. Есть и те игроки рынка, кто, в общем-то, выигрывает за счет вот этого введения потолка цен. Кто это? Что ж, опишу, кто проигрывает от всего происходящего, от введения потолка. Это страны, которые вообще изначально создали эту идею. Коалиция G7, Большая Семерка, Австралия, все эти страны ввели бан, запрет на импорт российской нефти. Так что от возможности купить дешевую нефть эти как раз и страны не выигрывают. Лишь глобальное сообщество выигрывает от данных санкций. Так что ж, кто выигрывает? Большие покупатели российской нефти. И в первую очередь, если рассуждать о сырой, то можно упомянуть Индию, Китай. Мы с вами говорим в первую очередь о сырой нефти. Затем уже есть нефтепродукты. Индия и Китай не импортируют нефтепродукты. Они сами перерабатывают нефть, которая поступает на их территорию. И таким образом, в принципе, они выигрывают от возможности перепродать эту нефть. И дальше уже, конечно же, можно шутить об Африке и Южной Америке. С самого начала введения санкций, всего пакета санкций в отношении России, очень многие сравнивали это с мерами в отношении Ирана. Если говорить о нефтяном рынке, вот насколько схожи и насколько разнятся санкции по отношению к России и к Ирану? Что ж, есть одно очень важное отличие между Ираном и Россией. Первое. Россия — это гораздо более крупный игрок на мировом рынке нефти. И вы должны понимать, раньше санкцией подразумевалось моментально эмбарго. Все, кран перекрыли. Сейчас нужно понимать, что когда мы рассуждаем о России, подобную логику использовать невозможно. 10% мирового предложения нефти происходит из России. Так что, я думаю, полный запрет привел бы к резкому скачку цен. И в России, возможно, даже появились бы возможности зарабатывать больше, продавая по высокой цене уже устоявшимся покупателям. Так что, опять же, главное различие — это тот факт, что против Ирана можно просто перекрыть кран. Венесуэла, в принципе, тоже. Россия, честно говоря, немного другой случай. Просто снижаются доходы экспортера. Что касается газа, как выглядит ситуация? Она похожа сейчас с нефтяным рынком? В принципе, не одинаковые рынки. Изначально нефть торгуется во всем мире. Газ натуральный — это более локальный рынок. У России, в принципе, нет альтернативы. Если газ перестать поставлять в Европу, то куда его, в принципе, вообще поставлять? Как бы, понимаете. Таким образом, у Европы, конечно же, есть проблемы с поставками газа, но они не настолько, на самом деле, катастрофичны. И просто придется в будущем заместить это с покупками жижного газа. Ну что ж, спасибо большое. Кэтрин Вольфрам была с нами, приглашенный профессор Гарвардской школы бизнеса, бывший сотрудник казначейства США. Спасибо, что уделили нам время. Ну а мы идем дальше. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Безопасность американцев — это главный приоритет президента. Министерство транспорта и Федеральная авиаслужба совместно работают над выяснением причин, возникших в системе НОТОМ. Хочу внести ясности, что вы не говорили сейчас в СМИ, мы по-прежнему считаем эту программу жизненно важной. Сотрудники FAA работали на протяжении всей ночи, чтобы устранить возникшие неполадки. У нас нет доказательств того, что это отключение было вызвано кибератакой. Произошедшие события наглядно демонстрируют необходимость существенной модернизации транспортной сети Америки. Специалисты, проработавшие в авиационной отрасли, много лет не припомнят такого перерыва в работе из-за технологического сбоя. Некоторые считают, что по своему масштабу он сравним с общенациональным закрытием воздушного пространства после терактов 2001 года. Мы возвращаемся в американский сквозной эфир. В студии по-прежнему я, Лиза Каймина, и в начале новости короткой строкой. Байден назвал последний отчет об инфляции доказательством того, что его экономический план работает. ВМС США перехватили крупную партию автоматов Калашникова из Ирана на рыболовецком судне в Аманском заливе. США и Япония договорились активизировать сотрудничество в сфере безопасности. Генеральный прокурор Мерик Гарланд поручил бывшему прокурору времен администрации Трампа Роберту Хуру расследовать дело об обнаруженных в доме и офисе президента Байдена секретных документах. Начался процесс над пятерыми членами организации «Праудбойс», которые возглавили штурм Капитолия 6 января 2021 года. Их обвиняют в подстригательстве к мятежу и может грозить до 20 лет лишения свободы. Иран приговорил бельгийского гуманитарного работника к 40 годам тюрьмы за шпионаж. Также ему назначили 74 удара плетью и штраф. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер столкнулась с серией резких вопросов по поводу времени обнаружения секретных документов в одном из бывших офисов президента Джо Байдена. Напомню, бумаги были найдены еще в ноябре, однако известно об этом стало только в понедельник. На брифинге в среду Жан-Пьер неоднократно отказывался отвечать на вопросы о задержке информации, постоянно ссылаясь на заявление Байдена в Мексике. Повторяю, президент лично говорил об этом вчера. Вы слышали его на пресс-конференции. Он изложил то, что ему известно, и говорил о том, насколько это важно, и насколько он считает это серьезным вопросом, когда речь идет о секретных документах и информации. Он рассказал о том, как он был удивлен, узнав о найденных документах. И он изложил свои мысли. Я просто не собираюсь выходить за рамки этого. Опять же, мы опубликовали информацию, которая была очень прозрачной. То есть, ту информацию, которую вы все получили от офиса советника Белого дома. И я знаю, что у вас много вопросов. Я понимаю это. Но, опять же, я не собираюсь выходить за рамки того процесса, который идет сейчас. Пока пресс-секретарь Белого дома отвечала на неудобные вопросы, стало известно, что помощники Байдена нашли еще одну партию секретных документов. На этот раз в его личной библиотеке, в его доме в Уилмингтоне, штат Делавер и в гараже президента. В связи с этим, сегодня президент тоже выступил перед прессой. Байден не сказал, когда была найдена последняя серия документов, сообщив лишь, что проверка его адвокатами потенциальных мест хранения была завершена в среду вечером. Мы полностью и всецело сотрудничаем с Министерством юстиции в процессе проверки. В рамках этого процесса мои адвокаты проверили другие места, где хранились документы, относящиеся к моему периоду работы на посту вице-президента, и закончили проверку вчера вечером. Они обнаружили небольшое количество бумаг с секретными пометками в местах хранения и картотеках в моем доме. И как только это было сделано, Министерство юстиции было немедленно поставлено в курс дела, и им были переданы эти документы. Еще вчера республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей потребовали от разведывательного сообщества США провести оценку ущерба от хранения президентом секретных документов. Независимо от федеральной проверки, удержание Байденом секретных бумаг может стать проблемой для президента, который в свое время назвал Дональда Трампа безответственным за хранение сотен таких документов в своем доме Маралага. У многих также остаются вопросы о том, почему Белый дом, который столько говорит о прозрачности, не проинформировал американскую общественность о найденных документах сразу после их обнаружения. Ну что ж, эту тему мы обсудим с Хэнком Шинковом, политтехнологом, который работал в командах Билла Клинтона, Блумберга и президента Мексики. Здравствуйте, я приветствую, Хэнк, вас в нашем эфире. Вы знаете, вчера, когда, вернее позавчера, когда стало известно об этих бумагах, было такое ощущение, что это представляет интерес только для воинствующих республиканцев, которым вот бросили такую кость. И, в общем, ничего такого особенного за этим не стоит. Сегодня уже как-то вся эта история приобретает другой немножко какой-то ракурс и уже кажется очень странной. Что могло быть, во-первых, в этих документах и кто копает под президента? Вот у меня такой вопрос. Что ж, до того времени, пока комиссия не вынесет определенный вердикт, сложно рассуждать, что же там было в этих документах. Но республиканцы, я уверен, сейчас просто умирают со смеху от Джо Байдена, поскольку, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. И теперь республиканцы могут как бы обуздать Байдена и как-то заставить прислушаться к своей риторике. Ну вот Fox News, например, уже сообщил, в общем, о том, что находится в этих документах, откуда-то такая информация у республиканцев уже имеется, по всей вероятности, что документы эти касаются Ирана, Украины, а также Китая. И вообще, весь этот центр, в котором они были найдены, финансировался Китаем. Насколько это действительно полная спекуляция или все-таки, по крайней мере, финансирование этого центра, это, в общем, имеет место быть? Мы знаем, что когда ФБР сделали рейд на дом Мара Лега, они нашли супер-секретные документы, по-английски топ-секрет. Опять же, то, что нашли у Байдена в шкафу, пока что сложно рассуждать, и документов там было не сотни и не тысячи, как у Трампа, а какие-то там 10, может быть, 15. Так что посмотрим, что будет происходить. Республиканцы, конечно же, будут пытаться раздуть все это дело, равно так же, как демократы пытаются раздуть все, что происходило 6 января. Слушайте, вы знаете, вот если так, так сказать, податься в теории заговора, есть такое какое-то ощущение, как будто бы, знаете, какое-то соглашение достигнуто между республиканцами и демократами слить обоих стариков, что называется. И вот такое ощущение, что сейчас идет именно этот процесс, потому что с Трампом там понятно, был ордер на обыск, поехали в Маралага. Здесь зачем они начали свои же адвокаты искать какие-то документы и копаться в этих всех бумагах, вот в чем вопрос? Знаете, интересный момент в конспирологии. Те люди, которые верят в них, радуются, а те, кто не верят, пытаются понять, откуда ноги растут. Понятное дело, что совпадений не бывает. Одному 80 лет почти что, другому еще там пара лет до 80. Понимаете, люди, в принципе, имеют склонность начать забывать определенные вещи, когда приближаются там за 70. Так что Байден, понимаете, мог и забыть. А вот Трамп, извиняюсь, там документы вывозили грузовиками из его особняка. Все-таки нужно понимать, что разница есть. Если немножко порассуждать о будущих выборах и о будущем страны, как вы считаете, дотянут ли оба этих кандидата до выборов 2024 года? Как политические фигуры, я имею в виду. У Трампа, на самом деле, сейчас забот очень много. Ему нужно сначала разобраться с тем, будет ли он вообще избираться от республиканцев или нет. Нет. У Трампа поддержка, конечно, есть, но не во Флориде той же самой. Во-вторых, Байден, да, у него есть проблемы. И помимо этих документов, которых можно подумать, инфляция, экономика, там и Джей Пи Морган уже увольняет людей. Все-таки, мне кажется, нужно понимать, что, конечно, проценты сейчас, счет идет на единицы процентов, и любая такая мелочь, даже как документы, может сместить чашу весов. Если предположить, что оба кандидата не доберутся до этих выборов, то сейчас многие говорят о схватке Ньюсома и Десантиса. Насколько вы считаете, это, так сказать, равноправные противники, и кто в этой схватке может победить? Слушайте, Калифорния такой штат, в котором люди умеют поднимать деньги на предвыборную кампанию. Ньюсом у него другие проблемы. Демократы в целом по стране не очень к нему питают симпатию. Если он сможет их вокруг себя объединить, окей, можно посмотреть. Будет ли это равная гонка? Давайте пока подождем предсказывать. 2022 в политическом смысле, это как 1970-й. То есть мы еще в миллионе световых лет от той повестки, которая будет царить к началу выборов 2024 года. Поэтому Ньюсом, окей, если хочет быть новым президентом, ему придется бороться с губернаторами Миннесоты, губернатором Иллинойса. Все-таки там есть кандидаты, кроме него. Все-таки давайте вернемся к документам, обнаруженным именно в центре Байдена. Это произошло 2 ноября, обнародовали только в понедельник. Во-первых, с чем связана все-таки такая задержка, на ваш взгляд? И, во-вторых, все-таки меня никак не покидает вопрос, почему начали какие-то проверки в этом центре и зачем начали копаться во всех этих документах именно вот в то время. Опять же, можно начать выдумывать какие-то конспирологические теории, почему там внезапно, в ноябре, стали еще что-то искать. Опять же, есть логика в ваших словах. Не использует он этот кабинет уже очень-очень долго, прошло там ни один, ни два, ни десять месяцев. Почему нашли именно сейчас? Вопрос. И республиканцы, да, радуются, конечно. Еще один способ выставить Джо Байдена таким стариком разявый. Но все-таки давайте дождемся какой-то официальной версии. Спасибо большое. Спасибо вам за ваше участие в нашем эфире. Хэнк Шинкоп был с нами, политтехнолог, который работал в командах Билла Клинтона, Блумберга и президента Мексики. Ну, а мы идем дальше. К иммиграционному офису в Порто-Пренсе последние дни стекаются сотни гаитян. Толпа увеличилась с тех пор, как президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты будут принимать каждый месяц 30 тысяч переселенцев с Гаити и Кубы, а также из Никарагуа и Венесуэлы. Отобранные кандидаты получат право работать в течение двух лет, если у них будут соответствующие спонсоры, и они пройдут проверку биографических данных. Некоторые жители острова с недоверием относятся к этой программе. Конечно, это не делается на благо гаитян. У Байдена свои цели. Американская экономика сейчас не совсем в порядке, и они на этой программе зарабатывают деньги. Потому что каждый человек, который будет подавать заявление на участие в программе, должен заплатить 500 долларов в пошлину. Они так насобирают миллиарды долларов за счет нашего нищего населения. Больше половины 11-миллионного населения острова зарабатывает около 60 долларов в месяц, но многие готовы рискнуть всеми своими накоплениями ради шанса уехать в США. 60% Форта Френса контролируют местные банды. В прошлом году было зарегистрировано свыше 1200 похищений, что вдвое больше, чем в предыдущем году. А в ноябре зарегистрировали 280 убийств. И это месячный рекорд по данным ООН. Ну что ж, сейчас к нам присоединяется Майкл Дайберт, журналист, автор книги «Гаити не погибнет», который работал на острове в том числе во время землетрясения 2010 года. И сегодня как раз ровно 13 лет прошло с того момента. Здравствуйте, я приветствую вас в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, вот поскольку вы много лет ездите на Гаити и, в общем, хорошо знакомы с этой страной, насколько критично изменилась ситуация как раз после землетрясения? Или вот такой же уровень преступности и такая же нищета была и до этого? Что ж, большой проблемой недавних лет, пяти, может быть, семи, является тот факт, что криминальные группировки фактически захватили контроль над городом Порт-а-Пренс. Их раньше часто использовали политические или экономические силы как мускулы, чтобы продвинуться свои какие-то идеи. Сейчас это выросло в какие-то ужасные масштабы, и без четкого политического контроля данные банды просто творят беспредел и зарабатывают все больше и больше властью в свои руки. А в какой видится вам, так сказать, перспектива? Вот вы автор книги под таким громким названием «Гаити не погибнет». А что спасет этот остров, на ваш взгляд? Я считаю, что должна быть какая-то систематичная программа в правительстве Гаити, которая сможет решить данный кризис. Долгие годы остров вправлялся с своими проблемами довольно успешно. Затем наметился разлом, в первую очередь он обуснован политической дисфункцией острова, которая уничтожила экономическую базу. Вы должны понимать, что в Гаити есть огромное количество молодых людей, которые не имеют никаких шансов найти нормальную работу, и становятся лакомой добычей для вот этих банд, которые обещают им золотые горы, или хотя бы какое-то ощущение собственной важности. За последние 20-30 лет были действительно попытки реформировать, например, гаитянскую полицию, и все они провалились. Полиция — это те же гангстеры. Так что это главный вопрос. Я считаю, что в международном сообществе абсолютно отсутствует какой-либо аппетит поддержания миротворческой миссии на Гаити. Разговоры идут, но по факту воссыны не там. Про остров просто забыли, и какой-то четкой программы от того же ООН просто не существует. Вы понимаете, все-таки там остров сейчас полностью захвачен в руки бандитов. Как вы относитесь к новой программе Джо Байдена, которую уже назвали метод «Кнутая пряника», и насколько это поможет острову, и насколько это действительно, так сказать, является перспективой для тех людей, которые хотят попасть в США? Знаете, я лично в Гаити людей, которых есть 500 долларов, не встречал. Да, ну вот в том-то и дело, да, но тем не менее, видите, в центре столицы, в Порто-Пренсе, миграционный центр атакует. Я вот тоже как раз была этим удивлена. И тем не менее, вот вы понимаете, о чем я пытаюсь спросить? О том, что, как вы правильно заметили, людей с 500 долларами на Гаити, в общем, найти сложно. И, скорее всего, это люди, ну, не совсем, так сказать, заработавшие эти деньги честно. И не обернется ли это притоком преступников и каких-нибудь членов банд в США в итоге? Знаете, я думаю, что там 10-100 гаитян представление американцев от жестокости не изменит. Мы, в принципе, владеем этим искусством. Вообще, гаитяне, на самом деле, очень гордый народ, который с уважением относится к своей стране и острову, и в том числе своим семейным связям. Но, понимаете, без нормального правительства это все очень сильно усложняется. Хотел бы также отметить еще один момент. Гаити небезопасен в Порт-Опренсе, в первую очередь. В других городах Капасяна, на севере и прочих все-таки не так все страшно. Порт-Опренс — это такой страшный город, в который действительно я бы не стал соваться. Но в более аграрной части острова, в принципе, никто вас там с мачете преследовать не будет. Вы должны понимать. Ну, то есть преступность все-таки сосредоточена в крупном городе этого острова, как я понимаю. Последний вопрос, если можно коротко. Как люди отнеслись к тому, что произошло в 2021 году, к убийству президента? И как, на ваш взгляд, что стало причиной этого? Это паралич правоохранительных органов? Да, я лично общался с президентом Женом Маисом несколько раз. И при всем при том, что он действительно старался на благо страны, хоть и не без грешка, он был честно выбранный президент. И в целом он был легитимен. За последний год, за последние два года оставшиеся сенаторы, которых избирали реальные люди, по факту были выгнаны из своего поста. Поэтому в Порто-Пренсе мэр нелегитимен, президент нелегитимен, и в целом есть большие проблемы. Спасибо вам огромное. Майкл Дайберт был с нами журналист, автор книги «Гаити не погибнет», который работал на острове, в том числе и во время землетрясения 2010 года. Ну что ж, на этом прямой американский сквозной эфир завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до завтра. that I will faithfully execute the office of Governor of the state of Georgia the office of Governor of the state of Georgia Спасибо. 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 Спасибо.